тревога страх волнение которое сковывает человека и он не может не как с этим волнением совладать кто то может не может его принять кто-то слишком сильно ему сопротивляется нет это не имеет значения имеет значение что человек с этим сделать не может это тоже один из пунктов базовой уверенности человек который уверен себе знает как нужно работать своей тревогой я не говорю что 3 могу нужна полностью убрать я не говорю это потому что люди когда я говорю надо убрать тревогу, они начинают загоняться еще больше. Поэтому я скажу так, с тревогой нужно уметь работать. Если человек не умеет работать с тревогой, если он впадает в панику, в ступор, все. Базовой уверенности нет. Заходите вы в новый коллектив на работе. Вас колбасит, голос вырубается, тело сжимается. Нет вашей базовой уверенности. Нету. Отсутствует полностью. Следующая ситуация. Заходите в коллектив. Да, вы ничего не знаете про этот коллектив. Да, вы не знаете ничего про людей. Вообще ничего не знаете. Даже информацию которую вам доносили, что вы будете делать, вы тоже уже забыли. Ничего вы не знаете. Но при этом вы чувствуете себя спокойно. Либо вас колбасит, и потом вы включаете опленные техники по совладанию с тревогой, и тревога ваша стабилизируется. Может быть не сразу, может быть не в этот день, но вы успокаиваетесь. Это правильный подход. Если вы не умеете работать с своей тревогой, либо вы не убираете тревогу, базовой уверенности у вас нет. Туда же относится, да, к тревоге мы говорим, туда же. Страх, волнение, опасения. Все эти эмоции, это нормально. Но если они постоянно вас колбасит, долбят, и вы ничего с этим не делаете, базовой уверенности нет. Поэтому с этим тоже нужно работать. Это получается еще один пункт, да, у нас был про базовую уверенность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok